Что я понял за 12 лет учебы в школе? Сразу отвечу на вопрос, почему 12 лет, потому что в Израиле учатся 12 лет, а не 11. В этом видео я расскажу вам о тех басисах, о четырех басисах, которые я извлек из 12 лет обучения в школе. Это не будет какие-то теорема Пифагора или теория Синусов, я не знаю. Нет, это будут именно жизненные какие-то установки, жизненные основы, которые я смог подчеркнуть из 12 лет обучения в школе. Первое – это то, что школа не учит знаниям, школа учит жизни. И на самом деле в школе люди делятся на две группы. Первая группа – это те, которые в школе получают знания, которые учатся, которые изучают математику, получают интересную информацию, которые изучают русский, которые изучают правописание и, в принципе, углубляются в науку, ну, условную науку, да, если это можно так назвать, на школьном уровне. И вторая группа – это которая углубляется в правила жизни, потому что школа – это непосредственно не только место, где тебя учат знаниям. Как бы, по идее, да, это просто место, где тебя обучают каким-то основным знаниям, каких-то предметов и всё, но на самом деле школа – это что-то большее. Школа – это институт коммуникации, где ты учишься общаться с людьми как ровесниками, так младше тебя, так и сильно старше тебя. То есть сразу в школе ты можешь научиться общаться с разными сортами общества, с разными людьми и находить к ним подход. То есть к чему я это веду? Я веду к тому, что в школе люди делятся на два типа, и второй тип – это те, которые в школе учатся жизни. Условно жизни, я не говорю, что второй тип, он совершенно не учит предметы в школе. Нет, просто они понимают, что школа – это не только про знания, школа – это также и про жизнь, школа – это также и про обучение каким-то басисам жизни, обучение и понимание того, как условно устроен мир, как устроена система коммуникации, как устроена система договорённостей и так далее. Второй басис, который я понял за время школы, это то, что умный человек не равно уважаемый человек. Кто бы никак не говорил, что по лестнице уважения идут деньги, а потом лишь знания, то есть знания выше. И на самом деле в школе подтверждается абсолютно обратное. Заметьте, кто пользуется настоящей популярностью и крутостью в классе? Разве это отличники, которые задротят предметы 24 на 7? Разве это люди, которые полностью посвятили себя учёбе и херачат математику с утра до ночи? Разве это те ребята, которые ходят в круглых очках и отвечают на первый вопрос Марии Ивановны, чтобы получить хорошую оценку и чтобы она их гладила по голове? Разве это так работает? Разве это эти ребята? Разве это эти ребята? Скажите мне. Или же это чуваки, которым не так важна учёба, но которые занимаются другими вещами, которые сумели поставить себя в обществе за счёт своих коммуникаций, за счёт того, как они умеют общаться? Это чуваки, которые достаточно многое могут сделать, которые смелые, которые не ссыкуют, которые действительно характерные люди. Вот как раз-таки эти люди пользуются популярностью в классе. Заметьте, в каждом классе есть какая-то там тройка-двойка людей, которые самые крутые, которые самые такие, не то что отбитые, но которые, условно говоря, руководят классом. И это далеко не задроты, это далеко не отличники. Да, я думаю, это никому не стоит объяснять, но просто заметьте это и поймите, что знание не равно уважению. Я не сомневаюсь, что там, условно, какой-нибудь Илон Маск или Никола Тесла, они пользовались уважением. Но уважением они в первую очередь пользовались, потому что они умели поставить себя в обществе. Они умели сказать, кто я такой, и они умели сказать, как со мной нужно общаться. Как раз таки это умеют делать вот эти вот крутые чуваки с класса, потому что если ты с ними будешь не так общаться, они тебе просто пизды дадут и всё. А вот этот задротик тупой, он тебе ничего не даст. Он тебе, он просто скажет, ну нет, это неправильно, так нельзя общаться, это не в современном обществе, так не принято общаться. И что, блядь, что за мямля, блядь? Да, окей, у него много знаний, но кому он нужен с этими знаниями, если он не может себя нормально поставить в обществе? От того, что он не может нормально себя поставить в обществе, он не сможет поставить себе хорошую цену, если он пойдёт там потом на работу. Он не сможет сказать, нет, слушай, друг, ты мне не будешь платить столько, ты мне будешь платить столько, сколько я хочу, сколько я тебе скажу. Он скажет, нет, ну хорошо, ну ничего, я же потом поднимусь правильно, я буду по карьерной лестнице, и потом я достану там кем-то... Нихуя его будут обманывать всю жизнь. Его будут эксплуатировать, потому что у него есть знания, но он будет рабом, потому что он не может поставить себя в обществе. Школа учит тому, что уважением пользуется тот, кто ставит себя в обществе. Это был второй басис. Басис номер три. Не всегда тяжелый труд вознаграждается в полном размере. Тупой пример. Обычный пример. Экзамен. Класс готовится к экзамену. Школьник Вася в круглых капиллярах задротит каждый вечер математику. Он учит 24 на 7. Просто постоянно это херачит. Другой школьник Никитос. Его должны звать именно Никитос. Вот такой вот чувак. Он как бы в рот ебал эту математику. Он не хочет этим заниматься. Ему впадлу. Да блять. Он не хочет тратить на это время. Зачем тратить столько времени на учебу? Он лучше пойдет и с пацанчиками. Там не знаю по гаражам побегает. Или на скейте покатает как настоящий трушный чувачок. Или пойдет к девчонке своей и с ней время проведет. Наступает время экзамена. Ну конечно же Ваня вот такой вот с капиллярами. Он все пишет. Все отвечает. Все вот. Вот потому что ему мама сказала что ему нужно учиться. Потому что потом ему нужно идти в институт. И он будет учиться. И поступит в МГУ. Он пишет, пишет, пишет. Что делает Никитос? Никитос говорит Ваньку. Вань, слушай. Я у тебя скатаю, давай. Если не скатаю, тебе пизда. И второй раз, Ванек, слушай. Давай я скатаю тебя. А потом я помогу тебе поставить себя в обществе с пацанами. Я приведу тебя к своим пацанам. Все нормально будет. Тебя уважать будет. И Ванька даст списать. Первое, потому что он боится. Второе, потому что он хочет чувствовать себя членом общества. И все. И тут мы видим, что и у Ивана, который задротил весь вечер математику. Который надрачил эти примеры. И у Никитоса, который шлялся по помойкам и страдал хуйней. Один и тот же результат законтрольный. И мы понимаем, что вот эти вот усилия. Они получили столько же ровного вознаграждения, как и вот эти усилия. Вы понимаете, что чувак, он херачил, а получил ровно столько же, как чувак, который ничего не делал. Абсолютно ничего не делал. Это как раз таки про то, что не всегда то, на что мы работаем, не всегда супер мощные усилия, они будут вознаграждаться так, как мы думаем. И отсюда, кстати, мы выходим в последний четвертый базис. Это базис про то, что хитрые всегда будут впереди умных. Или же хитрость может принести те же результаты, что и упорный труд. Как мы видели на примере с Ваней и Никитосом. То, что Никитос нихуя не делал. Он был олухом. Он просто не страдал херней. Но потом, в итоге, он умудрился крутнуться так, благодаря чему? Возможности коммуникации. Своему статусу в обществе. Просто потому, что он пизда ты чел. И получил ту же оценку, что и Ваня. Но при этом, у него лучший статус в обществе. Его все уважают. И он авторитет. И при этом, у них оценки-то одинаковые. Он скатал у него. Он не тратил времени на эту херню. Он не задротил весь вечер с мамой и не решал эти примеры. Не, он сделал то, что он хочет. Он делал то, что он хочет. Он гулял по гаражам с пацанами и стрелял из винтовки по мусорам, блять. Но я шучу. Это я уже перегибаю палку. Но я думаю, вы понимаете, к чему я веду. На этом, в принципе, все. Это было 4 васиста, которые я подчеркнул из своих 12 лет школы. Это были самые важные основы, которые я смог вычерпать из этих 12 лет, потраченных в школе, собственно. Я лично считаю, что школьное время было охуенное. Я очень люблю школу, но учиться в школе я не очень люблю. Как бы это ни было странно, но действительно можно разграничивать школу. Где ты общаешься с людьми, где ты учишься коммуницировать, ставить себя в обществе и просто налаживать какие-то связи. И то, где ты учишь математику, русский и просто задрачиваешь. Это все-таки две разные вещи. Я больше люблю, как раз таки, первый вариант. На этом все. С вами был Ник. Обязательно пишите мне в Инстаграме. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Там много интересных фоток. Ну, не много, но они интересные. Также пишите мне обязательно в Инсту в личку. Я буду вам всем отвечать. Я открытый человек. На этом все. Хорошего дня. Пока-пока.